Все ближе и ближе уже 8 декабря огонь зимней универсиады, который пройдет в марте в Красноярске, пронесут по улицам Краевой столицы. Как выглядит факел, по какому принципу отбирали факелоносцев и города, в которых проходит эстафета огня универсиады, а также как готовится к масштабному спортивному событию сам Красноярск. Все эти вопросы сегодня адресуем нашей гости Стелле Алексеевой, заместителю генерального директора исполнительной дирекции 29-й всемирной зимней универсиады 2019 года. Все правильно ли я сказала? Вроде бы все правильно. Здравствуйте, Стелла Юрьевна. Рада вас видеть у нас в Барнауле. Не замерзли? Нет, нормально. Все хорошо. Мы привыкли уже как жительница Красноярска, вы уже к этому привыкли, к такой погоде. Но вы пришли не одна, вы пришли с факелом в руках. Он такой достаточно большой, не тяжелый? Он не тяжелый, мы уже с ним сроднились, мы его любим. Более того, этот факел разрабатывался у нас в Красноярске. Это разработка нашего дизайнерского агентства и его же сделали на нашем красноярском заводе. Мы очень сильно гордимся этим, тем, что это наш факел, это сибирский факел, это красноярский факел. А как вообще выбирали форму для факела? Она какая-то разная, вот который факел был на Олимпиаде у нас. И вот этот факел, они похожи? Нет, они абсолютно не похожи. У нас были определенные требования, которые мы предъявляли к нашему факел. Мы проводим студенческие игры и наш факел должен был олицетворять молодость, юность, задор, ветер, огонь. И вот это вот все, что я перечислила, но все воплощено в этом факеле. Я так думаю, что у нас это получилось. Ну да, факел достаточно красивый, мне кажется. А сколько вообще их всего изготовили? Их изготовили не так много, их всего лишь 400 штук. И вот с ними мы ездим по всем городам проведения эстафеты. Все-таки погода в наших сибирских городах не самая комфортная. Я так понимаю, вы почувствовали это на себе уже немножечко приболели. Все ли предусмотрено, чтобы факел не погас? Вы знаете, мы, я не зря сказала о том, что мы его делали на Красноярском заводе, и все те требования, которые мы предъявляли, они были выполнены. Мы этот факел испытывали и ветром, и проливным дождем, и в морозильной камере, и везде он работал, и нигде не было сбоя. Но это вы до того, как началась эстафета? Безусловно, безусловно. Все эти испытания проводились на заводе, все эти испытания проводились в присутствии комиссии определенной, и все наши условия были выполнены. Более того, морозом мы его проверили, ну, не очень большим, но в Иркутске, проливным дождем и ветром 25 метров в секунду мы его проверили в Калининграде, и он нас не подвел. Ну, отличный факел. Мало того, что он красивый, он еще и такой надежный. Все-таки все факелоносцы будут, вот вы не в той форме, но они будут в специальной какой-то форме. Опять же, ее тоже наверняка продумывали. Безусловно, безусловно. У нас разработан специальный брендбук, брендбук эстафеты огня. Он, да, перекликается с брендбуком универсиады, но это наш брендбук, это та форма, которую носят не только наши факелоносцы, но и хранители огня. Они тоже будут одеты в специальную форму, чтобы их можно было отличить, чтобы можно было понимать, что эти люди принимают участие в проведении этого мероприятия, и обеспечивают безопасность этого мероприятия. И факелоносцы, да, будут бежать в очень красивой, стильной форме, которая останется им на память. А вот вы говорили о хранителях огня. Основная их функция в чем заключается? Обеспечение безопасности того факелоносца, который несет факел с огнем в руках. Угу. Я очень хорошо помню, как несли эстафету олимпийского огня по нашему городу. Конечно, многие хотели принять участие в этом мероприятии, но честь выпала далеко не всем. Как отбирали факелоносцев для эстафеты универсиады? Знаете, перед проведением эстафеты мы специально разработали положение о конкурсе факелоносцев, и основным условием нашим, как оргкомитета, было следующее, что все факелоносцы выбираются из числа того субъекта, на территории которого проводится эстафета. Да, мы оставили за собой право включить в состав эстафеты в количестве 20% на территории субъекта наших факелоносцев, квоту от дирекции так называемую, но 80% факелоносцев, они все-таки берутся из субъекта. У нас был объявлен конкурс, была создана здесь конкурсная комиссия, так же, как, собственно, в остальных субъектах. Это конкурсная комиссия отбирала факелоносцев, которым предъявлялись определенные требования. А главные какие требования? Это должны быть люди, которые имеют спортивные достижения, достижения в области культуры, достижения в области общественной деятельности, ну и в том числе знаковые, узнаваемые люди. Возраст не имел значения? Ограничение единственное с 18 лет. А до скольки не имело значения? Нет, нет. Понятно. Барнаул все-таки недалеко не первый город, где проходит эстафета. Вы приехали из Иркутска. Все ли везде проходило без заминок? И какой этап эстафеты вам запомнился больше всего и почему на данный момент? Вдруг Барнаул как-то запомнится тоже? Вы знаете, заминка, наверное, это не то слово, которое бы я применила к нашему мероприятию. Было очень много интересных моментов. Было очень много интересных нюансов. Просто потому что это эстафеты. Это различные города. Это разные люди, с которыми приходится общаться. Не приходится. Нет, неправильно. С которыми мы имеем счастье общаться, я бы так сказала даже. И везде все по-разному. И более того, чем больше люди хотят провести это мероприятие, тем больше у них горят глаза, и тем интереснее проводятся мероприятия в таких регионах. Но сказать, наверное, стоит то, что мы стартовали в Турине, это Италия. Там одни впечатления. Мы стартовали федеральный этап в Москве. Там совершенно другие впечатления. Но мы были и в Алмате, мы были и в Харбине. Это город по-братим городу Красноярск. И поэтому именно туда мы поехали со своим огнем. И те города, которые посетили мы и на федеральном этапе, это и Симферополь, это и Грозный, это и Ставрополь. Во всех этих городах была своя изюминка, были свои особенности, ровно потому что мы все разные. Но нас плачивает наш огонь, наша эстафета. То есть выделить один город какой-то не получится? Это будет неправильно, потому что я благодарна до глубины души каждому конкретному городу, каждому конкретному человеку, который мне помогал организовывать мероприятия на всем протяжении эстафеты. Я благодарна Питеру, Москве, Ставрополе, Симферополе, всем-всем тем городам, в котором мы уже отработали Иркутскую. Я думаю, что не меньшую благодарность, а мы ее уже испытываем, мы будем испытывать к городу Барнаула. Потому что здесь мы не можем себе позволить провести неподобающие мероприятия. А все ли готово? Вообще уже в Барнауле вы проконтролировали? Успели уже? Я думаю, да. Сегодня у нас прошел промежуточный оргкомитет, завтра у нас будет еще один выезд по маршруту, который будет проходить эстафета. Я думаю, что все будет хорошо. Есть свои изюминки тоже какие-то, наверное, в Барнауле. Конечно, очень много, очень много. И меня это радует, что вы с горячими глазами готовите это мероприятие. Несмотря на то, что вас обещают крепкие морозы, будет очень много промежуточных площадок, на которых будут встречать наших феклоносцев. Будет очень интересно. И немножечко хотелось бы поговорить о городе проведения универсиады Красноярске. Откуда вы, собственно, где вы сейчас живете? Не откуда вы родом, а где сейчас живете? Мы знаем, что обычно города, где проходят столь масштабные спортивные события, меняются коренным образом. Насколько изменился Красноярск? На мой взгляд, Красноярск очень сильно изменился. Он преобразился, я бы так сказала. Ну, вот посмотрите, построено очень много спортивных объектов, построены медицинские объекты, построены деревни универсиады на кампусе Сибирского федерального университета. То есть это то место, где будут дальше жить наши студенты. Мероприятие пройдет, а кампус останется. Это будет деревня для студентов. Там построена супер-современная поликлиника для студентов, которые, да, в период мероприятия будут обслуживать спортсменов. Там построен многофункциональный центр. У нас построены развязки транспортные. У нас проводится благоустройство города до сих пор, и город, безусловно, меняется в лучшую сторону. Я приглашаю вас приехать посмотреть на это. Спасибо большое. Конечно, я думаю, каждый мечтает, не у каждого получится. Но мы будем, наверное, мечтать, чтобы и Барнаул все-таки когда-то провел, ну, не Олимпиаду, это, наверное, нереально, а вот, может быть, универсиаду принялось, чтобы город преобразился. Спасибо вам большое, Стала Юрьевна, чтобы все у вас прошло удачно, чтобы эстафета наша тоже осталась у вас как самое такое приятное впечатление. И здоровья вам. Спасибо большое. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была Стелла Алексеева, заместитель генерального директора исполнительной дирекции 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года.